Всем привет, с вами видеоблог в Арсторе, я Алексей. Сегодня у нас будет с вами обзор музея здесь под открытым небом. Мы в Белграде находимся с вами, и я очень хочу показать вам эту экспозицию. Поехали! Перед закрытием музея предлагаю отсмотреть некоторые предметы, которые здесь стоят действительно под открытым небом на такой вот вечной экспозиции. Вот, например, ПАК-40, это противотанковое орудие немецкое, 75-миллиметровое, а также здесь еще есть два артефакта таких. Это, например, настоящий ранний штурмгишутс, вот по этой вот маске видно четко, что это он. А еще у меня вот такой вот пламегаситель, помните, я показывал, вот он как раз такой же тоже есть, стоит, между прочим, в студии в Арсторе. Очень интересный тоже предмет, потому что он боевой, настоящий боевой, видите, здесь попадание, например, в маску орудия, потому что вы понимаете, что орудие наименее защищенная деталь, и из окопов всегда нужно было вести огонь по смотровым щелям, по орудию и так далее, для того, чтобы вывести вот эту здоровенную махину из строя. Кстати, с этого ракурса очень хорошо видно, что орудие немного повернуто влево, то есть, видите, здесь немножко дали угла, в основном их выставляют ровно, и здесь вот абсолютно четко видно вот этот сектор изменения угла направления орудия. Если я правильно произнес этот термин, ну, вот тоже такой интересный момент, интересная деталь, кто-то там внутри, походу, ручки накрутил, потому что, в принципе, туда даже реально забраться. Ну, вот так-то, если посмотреть, ну-ка, еще раз, ну, мы не вандалы, мы туда не полезем, но по большому счету реально. Штурмгишут здесь практически целый, у него нет только моторных щитов там сзади, с обратной стороны, по крыльям небольшие утраты, но так вообще он реально в очень хорошем состоянии. Сейчас находятся полностью ходовая часть здесь есть, вот немного здесь пострадало обрезинивание катков, но, тем не менее, по миру вообще их не так много. Мы знаем, в парале есть, поздних хватает тоже штурмгишутцев, а вот таких вот ранних их реально мало. Вот наверху крышка, вот здесь вот убранная, вполне вероятно, что мы еще найдем тоже фотографии именно вот этой машины в полуразобранном виде где-нибудь на полигоне, потому что как раз они использовались, их отстреливали, они лежали, стояли, точнее, на таких своеобразных базах, соответственно, эти вот крышки были сняты, положены, потом в дальнейшем уже могли быть утащены, либо эвакуирована машина непосредственно с того места, где стояла без этих самых крышек. Вот, например, очень натуражный огнеметный танк, на своей базе он находится, с широченными для такого маленького танка гусеницами. На самом деле, я бы такую в лесу нашел, не сразу бы атрибутировал. Интересно, может быть, они еще к чему-то подходят, кстати, эти гусеницы. Но я такой танк вижу пока что вот в первый раз. Не знаю, есть он такой в парке Патриот в Кубинке или нет, по-моему, нет. Но, кстати, похоже чем-то даже вот эта вот раскраска, которая сейчас есть, понятное дело, она современная, но, тем не менее, очень круто, что сохранилась вся эта история и ходовая часть здесь просто вот у него своя. Я, честно говоря, не знаю, как механики ее обслуживали, потому что если плевались от катков и от ходовой части, которая была, например, на тех же самых Пантерах, здесь их гораздо сложнее, по крайней мере, выглядит. Но тоже интересная машина. Танк здесь стоит тоже, который достаточно редко можно встретить. Здесь кто-то, конечно, руны на нем нацарапывал. Ну, вот здесь какие-то дети, вот видите, здесь есть две. Это не 44, не подумайте. Ну вот, и мы видим тоже здесь командирская башенка, и это Панцер-4. Кстати, здесь наглядно видно разницу между Панцер-4, вот она вот по ходовой части, и Панцер-3 или Штурмгишутс. Штурмгишутс, то есть Штурмгишутс, как раз самоходная артиллерийская установка, противотанковая, которая была сделана на базе Панцер-3. И вот четко видно, они здесь рядом стоят, разницу в ходовой части. Ну и тоже она здесь в очень хорошем состоянии, сама нет пулеметов, пулеметы сняты, вооружение убрано. Тем не менее, то есть, вот опять же, не скрученный пламегаситель, это хороший признак. Это значит, что она не находилась где-то в бесхозном месте условно, то есть, где-то стояла всегда под присмотром. Вот тоже интересная ее история. Если кто-то знает вот эту историю про Венанс белградских экспонатов, было бы очень любопытно. Еще один экспонат, это Панцер-2 АОСФЦ. Этот экспонат здесь в очень антуражном тоже виде, он полностью практически комплектный по ходовой части, и она вся, именно его пулеметы сняты. Орудие здесь находится оригинальное, то есть, мы видим, что здесь все с ним в порядке. Ну и вот с обратной стороны тоже здесь все целое. Конечно, с окрасом здесь есть маленькие нюансы. Вот, я думаю, уже многие написали по этому поводу в комментариях. Но посмотрите, он, по крайней мере, укомплектован достаточно хорошо, и у него мало вот этих вот вставок жестяных здесь. То есть, он вот практически полностью комплектный. Дорогая, крутая вещь, между прочим. Обратите внимание на еще здесь вот такую вот смотровую щель с обратной стороны, и вообще просто, в принципе, как он выглядит. Вот эта вот часть, на самом деле, кстати, не его мы видим. Вот здесь вот тоже вот эти вот накладки. Нет, все-таки он немножко перекомплектован, но, по крайней мере, он собран такой в единый экспонат, и видно здесь все по нему, потому что дальше там есть полугусеничный, это СДК-ФЗ-250. Там с ним прям беда, но, тем не менее, у него там зато орудие оригинальное стоит, нормальное. По боевым повреждениям здесь тоже есть моменты. Здесь, видите, элементы брони, вот этой оригинальной, которая была выбита на верхней части, и дальше еще там тоже есть разломы, трещины и так далее. То есть, он был вот в прямом смысле слова, можно сказать, разобранный. Но просто вот само по себе вот наличие такого танка, наличие такого экспоната, это уже очень круто. Я знаю, что в России собираются несколько таких экспонатов, несколько танков, коллекционерами, которые, собственно, по технике в основном работают. И это интересно, это значит, что скоро на экспозициях в частных музеях такие предметы появятся. Это хорошо, потому что в основном они собираются из, можно сказать, вещей, которые находились в лесу, в болотах, все, что в металл не сдали, что называется, и потом в дальнейшем собирается воедино, и получается целый настоящий экспонат. Я считаю, что это надо поощрять. Очень интересный экспонат, и интересен он тем, что это, собственно, вот перед вами основа немецкой противовоздушной обороны. Такие 105-миллиметровые орудия стояли на флагтурмах, на тех самых зенитных башнях, и плюс еще, естественно, они стояли просто в составе различных зенитных батарей. Такие 105-миллиметровые орудия как раз добивали до тех высот, на которых летали крепости, либерейторы и прочие, прочие, прочие бомбардировщики, союзников, и не только союзников, естественно. Соответственно, вот такой вот предмет найти очень сложно в музеях. Я рад, что получилось его здесь увидеть, потому что даже не сразу же его идентифицировали, узнаются, конечно же, характерные немецкие очертания, но просто вот прям даже не ожидал его здесь найти. Вот такие вот 105-миллиметровые орудия, как я говорил, они уже стояли на флагтурмах, и интересный момент у них был в том, что они имели систему, можно сказать, управления огнем, очень продуманную, очень просчитанную по тем временам. Это был просто, ну, мега-прорыв. То есть вот видите, сколько здесь всякой вычислительной техники сюда подходило, куча проводов и прочее, прочее. Работала эта система следующим образом. Где-то вдалеке находился наблюдательный пункт, на котором производились абсолютно все вычисления, связанные с высотой, со скоростью полета и так далее, той формацией, которая летела и которая представлялась, собственно, как цель для таких вот 105-миллиметровых зениток. После того, как был вычислен примерный курс, высота, скорость и так далее, эти данные приходили сюда, уже обработанные. И здесь показывались те самые рекомендованные углы наведения, которые до заданных значений нужно было докрутить уже непосредственно на самом орудии. И было два варианта ведения огня из этого орудия. Первый вариант – это когда был беглый огонь. То есть, грубо на каждое орудие приходили свои показатели. Оно, собственно, стреляло по готовности. И второй вариант – это залповый огонь, когда полностью сначала на всех орудиях выставлялись нужные значения, и все залпом происходил выстрел всей батареи. В общем, интересная такая вот штука, и прям классно про нее рассказывать, потому что я в этом шарю. Мы несколько видео сделали как раз на эту тему. Именно было видео, переведенное американское, собственно, как бороться вот с такими вот орудиями. И еще одно видео было, которое случайно выскочило в общий доступ по флагтурму. Мы его уже скрыли, потому что мы с Кириллом, собственно, ездили на флагтурмы, на те самые башни, на которых эти орудия были установлены. Там огромные под них площадки. Вот я сейчас прям даже могу сопоставить, как это все дело выглядело. Ну и вот здесь вот еще югославский уже танк стоит. Там так называемый югославский средний танк. И мы видим здесь 34-ку, по большому счету, вот с такой вот хитрой башней, которая прям на нее смотрит. Сначала думаешь, блин, что-то не то. А на самом деле такой тоже интересный момент. У него свои скосы тоже. Ну на самом деле интересная машина. Кто, кстати, в танке играет, интересно, есть она там или нет. Вот, пойдемте еще по артиллерии пройдемся. Следующие предметы, они вот туда надо будет пройти. Плюс еще Алексею Кэпу будет интересно увидеть вон ту поляну. Там как раз минно-торпедное вооружение. Здесь интересные предметы. Это две немецких мины подводных. То есть мы знаем, как она работает. Здесь она на колесиках, так вот по рельсам сбрасывалась. С корабля потом в дальнейшем вот эта вот вся часть падала вниз, на дно опускалась, разматывался буйюшкой такой вот трос. И дальше она на тросе висела где-нибудь на определенном заглублении. В зависимости от того, какое заглубление на ней было выставлено. И уже дальше ждала цель. Подобными минами были перегорожены пути водные, в том числе и минная блокада Ленинграда была подобными минами сделана. Но немного где мы видим такие экземпляры именно в музеях. В основном наши, естественно, со складов показаны. Вот так вот немецких, навскидку, я даже и не подскажу, где они есть. Торпедный аппарат. Вот здесь вот образца 1936 года здесь присутствует. То есть не только торпеды выставлены, потому что торпеды так или иначе. Мы можем посмотреть в разных местах. Ну и вот такой вот торпедный аппарат. И еще вот здесь такое вот устройство. Я так понимаю, это для троллиния такой буй, который, собственно, дальше идет. Здесь написано «Curring Float of German Miners». И я думаю, это как раз на эту тему история. Брэда 20-мм пушка, автомат. И точно так же немецкие торпеды. Вот, например, авиационная торпеда. Тоже интересный экземпляр, потому что таких особо много в музеях не лежит. Вот, собственно, такие торпеды. Торпедоносцы немецкие под фюзеляжем носили. И мы, например, там, Хенкель 111-й какой-нибудь сразу можем вспомнить, который вот такую торпеду доносил до цели. Есть большое количество фотографий, собственно, как они применялись. Но на самом деле, конечно, вот так вот смотреть на пилотов-торпедоносцев, это же жесть вообще полная. Это нужно идти на корабль, держать постоянный курс. По большому счету, сам становишься целью еще большей, чем корабль. И вы только представьте, что испытывает человек, который, во-первых, находится на корабле, на который несется самолет вот с такой вот дурой под фюзеляжем. И что испытывает человек, который непосредственно в этом самолете сидит, потому что он идет четко на цель. Пеллинг не меняет для того, чтобы именно выдерживать определенный курс. По нему есть отличная возможность пристреляться. Потому что, ну, собственно, целью лучше придумать сложно. Хотя она и низколетящая. Поэтому это, конечно, такой вот момент, который сейчас уже не применяется. Но тогда применялся. Я всегда смотрю, конечно, на эту технику. Что нашу, что немецкую, что японскую. Это, конечно, что-то такое. Ну, это хроника мощная. И сейчас пройдемте дальше. Еще просмотрим всю ту часть экспозиции, которая находится за моей спиной. Здесь и артиллерия, самоходные артиллерийские. Установки и по немцам, и по итальянцам. Тоже здесь есть предметы. И некоторые вещи, которые просто, ну, нереально встретить. Где-то еще в других местах. Вот, например, огнеметный танк, к примеру. Здесь стоит, например, ПАК-36. Это 37-миллиметровое орудие противотанковое немецкое. Это, по сути, такое противопоставление нашей СРК-5. И его тоже нечасто встретишь, на самом деле. Потому что достаточно редкая история в некопанном виде. Здесь вот немножко она заросла. Вот мы видим ПАК-37. Модель 1936 года. И точно так же здесь клейма. Можно будет на них посмотреть. Смотрите, Континенталь. Сделано в Германии. Дойче Фабрикант. Ну вот. И здесь все это дело можно прочитать. Оно сохранилось. То есть, прям вот оригинальные, настоящие колеса. Вот здесь такое ощущение, что пробитие даже и есть. Как вы знаете, здесь это такие run-flat. Назовем это так. Подобная резина. И также все элементы управления. Здесь присутствует целый ствол. Хотя я видел еще одно здесь артиллерийское орудие. Сейчас забегаю вперед с вообще подрывом. То есть, то орудие уничтожил расчет. Это, судя по всему, целое. А что еще мы здесь видим? М5А1 здесь находится. Это Стюарт. Если вы помните поговорку, которая ходила о Стюарте, то, кстати, напомните ее, пожалуйста, в комментариях. Потому что она любопытная. Танкисты ее знают. Дальше еще один FAC 36 стоит. И Fiat M1542. Но вот он без гусениц, соответственно. Здесь ему повезло меньше. Он частично разукомплектован. Точно так же здесь мы видим у него боевые повреждения. Возможно, его расстреливали где-то на полигонах. Потому что здесь вот мы видим выбитые вот такие вот следы от заклепок. Возможно, это именно прям настоящие боевые повреждения. Здесь просто каким-то листовым железом это все дело закрыто. И так же он частично разукомплектован. Но при этом у него двигатель там находится. И видите, здесь чуть приоткрыт. Вот этот капот верхний бронелистый. И мы здесь видим этот двигатель. Он до сих пор не вытащен. Вот интересно тоже по нему информацию посмотреть. Потому что наверняка вообще люди проводили изыскания по этим предметам. И можно будет что-то почитать. М3А1 Stuart Mark III. Такой предмет имеет очень узнаваемый силуэт. Потому что их по ленд-лизу точно так же сюда в Европу. Американцы присылали. И он в том числе есть и на открытках. На советских. И на американских в том числе. Но у нас, что называется, есть к нему особое отношение. Ну и, блин, в этом свете он очень круто смотрится. Сама по себе модель интересная. Но я думаю, сейчас еще давайте пробежимся. И таких вот вставок не будем сильно много делать информационных. Просто сейчас посмотрим на эти предметы. И пишите в комментариях, на какие экземпляры вы бы хотели полный обзор, более расширенный. Потому что я скоро сюда приеду еще раз. Значит, здесь у нас еще находятся несколько предметов. И они интересны. Вот это, например, танк Т-35. Это танк, который был изначально до танка Прага. То есть его издалека можно вот с этой Прагой перепутать. Но у него другая ходовая часть. Такой вот интересный чешский танк. Который потом в дальнейшем немцы также использовали. Орудие здесь чешское же тоже стоит. И это 47-миллиметровое орудие образца 1936 года. Такие орудия на Панцер-Ягерах ставились. На базе Панцер-1. Те самые противотанковые пушки. И обратите внимание, он здесь уничтожен расчетом. То есть тут был прям самоподрыв. Его четко видно. Здесь, конечно, закрасили. Вот эти вот все стенки. Тем не менее. То есть видно, что это было в то время. Здесь казенная часть просто разбита. Это способ борьбы с захватом, собственно, в трофей подобных орудий. То есть расчет, когда отступал, они могли так вот поступить со своим вверенным имуществом. С ДКФЗ-250. Здесь такого, честно говоря, вот я на него смотрю. Но вот он вида странного. Мы видим, что он поздний. То есть вот здесь вот идут не такие вот характерные обводы вниз броневого корпуса. А здесь есть такие, как рундуки дополнительные под всякое различное снаряжение. И не так давно была на торгах, на аукционе War Story фотография. А, или мы ее не выставляли. Или выставляли. Короче, в общем, была на торгах фотография, где вот такой вот поздний 250-й с ДКФЗ был с открытыми вот такими вот рундуками. Он был подбитый, сгоревший. Они были открыты. И оттуда все просто вот выпотрошено было. Он даже вот, давайте я вот так вот с другой стороны обойду и покажу, как это выглядело. А Кирилл на этапе монтажа нам сделает такую фотографию. Подберет вот типа как тогда и сейчас. Получилось вроде. Или не получилось. Как бы то ни было. Кстати, отсюда, вроде с Сансом, выглядит даже получше. Виден силуэт, а косяков так сильно не видно. И, кстати, здесь с этой стороны нету вот этих ящиков. Ящики только с той стороны видны. Здесь, судя по всему, они куда-то делись. Следующая танкетка, она итальянская. Это, можно сказать, такой привет от Муссолини. Сразу же у Димы, например, возникла ассоциация. И он сразу вспомнил те фотографии из парадов, где один, значит, там член экипажа сидит, ну, собственно, непосредственно ведет танкетку. А второй, вот так вот немножко высунувшись оттуда, с очень гордым, между прочим, видом, смотрел на дучи или еще на кого-то. Образца 1942 года, сорокопятка. Посмотрите, сразу видно длинный ствол. Для улучшения бронепробиваемости эта модификация была выполнена. Здесь интересное клеймо, у нее стоит здесь 1945 год. Вот здесь вот на казенной части, это четко видно, вот, 1945 год. То есть, вполне вероятно, что она даже и не повоевала, либо она, может быть, просто приехала буквально какое-то непродолжительное время, провела в Европе, тем не менее. То есть, 1945 год, это достаточно редкий экспонат. И я вижу, что колеса отличаются, но, честно говоря, сейчас даже не подскажу, это вообще родные от нее колеса. Типа на поздний период или просто поставили такие, какие были. Подобные польские танкетки на фотографиях, на хронике, на польской, 1939 год встречаются, потому что вот именно на них тоже оказывали сопротивление поляки, когда немцы только вошли на территорию. Пытались оказывать сопротивление. Ну, не, ну, оказывается, все равно каким-то образом на местах это происходило. Здесь точно так же такое ощущение, что кто-то отковыривал, отбивал вообще этот бронелист, видимо, хотел это все дело сдать в металл, но потом забил. На это гиблое дело. Собственно, вот этот вот интересный момент с орудием, с пулеметом, который здесь стоял, мы видим, что здесь такая турель своеобразная. То есть, тут вот идет не яблоко, а шарнир. Вон там вот внутри шарнирное соединение. И, собственно, здесь такой как полукруг двигается. Это такая своеобразная броневая защита. Мне кажется, кроме этой танкетки, подобная система особо нигде и не применялась. Ну, и если мы с вами говорим о предметах, которые составляли основу обороны, то вот это, между прочим, Рено FT-17. Настоящий Рено французского производства. И такие предметы нам известны по советско-финляндской, естественно, войне. Потому что подобные танки вместе с викерсами составляли основу обороны танковой у финнов образца 1939 года. В дальнейшем там уже прибавилось некоторое количество из состава наших автобронетанковых войск, которые были взяты финнами в трофеи. В основном, конечно же, финны пополнились после тех самых двух основных окружений, это Сома Салми и Лемити, когда наши войска понесли значительные потери и пришлось уходить, оставляя технику. И на секундочку, если по потерям посмотреть, сейчас я могу на вскидку ошибаться, но это почти половина вообще всех потерь за советско-финляндскую войну. Это были вот эти вот два мощных окружения. Вот конкретно на Рено FT-17 толком-то и не воевали. Были танковые сражения с применением этих танков, но в 1939 году уже стало понятно, что против наших противотанковых средств это уже был просто не танк, а, можно сказать, боевая какая-то огневая точка. И, собственно, их и превращали в дальнейшем уже в огневые точки неподвижные. То есть их вкапывали, и дальше уже просто только башня торчала и крутилась, вела огонь. То есть из них делали, можно сказать, такие доты-дзоты укрытия. Тем не менее, такой танк, вот именно он отработал свое, и для своего времени это была эффективная боевая единица. Дальше еще вот мы посмотрим. Здесь есть также орудие, орудие вдоль крепостной стены, и мы идем с вами. Вон там вот катер стоит по поводу катера, тоже можно будет отдельно еще сказать. Вот интересный момент, это не что иное, как устройство для уничтожения железнодорожного полотна при отступлении. То есть это такой прицепной вагон, который уходил, что называется, с вечеринки последним. Он был поставлен на рельсы, сзади у него такой шнек стоял, крюк, и, соответственно, когда его буксирует поезд, то это последний путь для этих рельс, потому что вот этим вот крюком шпалы разбиваются и портится железнодорожное полотно. Слева тут в углу такой катер стоит, если вам будет интересно, можно будет о нем отдельно сказать. Здесь такие надписи, как вы видите, актуальные для данной местности, прописанные. Здесь немножко надшибе все, поэтому кое-что вот здесь изрисовали. Далее еще зенитное орудие, гаубицы мы там наблюдаем, и вот здесь еще лежит 500-килограммовая авиационная бомба. Возможно, от такой как раз бомбы, та самая воронка, которую вы видели во время видео с вывозом техники, которую мы качали и которую пришлось бросить. Возможно, от такой вот 500-килограммовой бомбы, собственно, там воронка и есть. По крайней мере, сейчас вот можно это увидеть, насколько она большая. 500-килограммовая бомба, она практически с меня ростом. Здесь она просто чуть повыше за счет того, что она на кронштейне, на неком. Но если вот я встану там рядом, то где-то с меня ростом такая штука будет. В общем, такой вид действительно впечатляет, и когда она стоит вот так вертикально, это как раз вот интересно посравнивать, посмотреть и просто представить масштаб взрыва, который может быть вызван вот такой вот штукой. Ну и, собственно, здесь и хотелось бы закончить это видео на фоне Штурмгишутца, на фоне Панцер 4. Здесь действительно очень крутая экспозиция уличная, и интересно здесь посмотреть предметы. Она абсолютно бесплатная, то есть не обязательно платить условно деньги для того, чтобы ее отсмотреть. Можно сюда просто прийти, она здесь на территории крепости. Если интересны будут какие-то еще предметы, пишите в комментариях, можно будет отсмотреть, потому что я еще сюда один-два раза приеду точно, буду посещать музей. И здесь, опять же, по работе нужно будет некоторые моменты отсмотреть. Поэтому, собственно, есть возможность еще что-нибудь отснять. Если у вас осталось... Если между нами осталась какая-то недосказанность, напишите в комментариях, будем ее убирать. В общем, на этом я считаю, что можно уже прощаться. Пишите, мне нужна ваша обратная связь, что хотите посмотреть. А я пошел в музей, там через 20 минут заканчивают уже продавать билеты, соответственно, я еще успеваю туда попасть. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всем вам доброго вечера и увидимся в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!